добрый вечер наши уважаемые участники семинара я очень рад вас видеть вы хорошо слышите меня сейчас спасибо большое и знаете сегодня такой прекрасный день нас на украине тоже проходит семинар и утром и вечером но я что заметил своей душе и после утреннего служения семинара уже целый день я думал о нашем семинаре я думал о россии я думал о вас потихоньку не знаю почему моя душа она уже переместилась ближе к вам уже переехала через границу и сейчас одной душой тоже мы имеем общение с господом я тоже за это благодарю и найти бог очень чудесным образом действовал моей душе и даже через программу уступительную сегодня я получил огромную радость я смотрел и вспоминал ту милость которую бог давал мне я видел россия с хор россия с хором выступал санкт-петербург и я тоже мог участвовать на этом лагере и тоже я видел форум христианских лидеров который был нью-йорке тоже я там мог участвовать и вспоминал эту программу это прекрасное время это духовное общение с разными пастырями и сейчас тоже я верю что такое время тоже незабываемое я имею с вами тоже проводя изучая слово божье размышляя на словом божьим поэтому я хочу попросить вас тоже открыть библию и этот семинар мы назвали покаяние вера и проведем по одному слову и сегодня тоже я хочу вам немножко рассказать о своей праведности но будем начинать семинар с одного слова марка 1 глава 14 стиха после же того как предан был и а пришел иисус галилею проповедуя евангелие царство божие и и говоря что исполнилось время и приблизилась царство божие покайтесь веруйте евангелие и знаете господь очень чудесным образом он ведет мою жизнь и знаете через это слово бог показывает уже как человеку иметь близкие отношения с господом и бог показал что очень важно для духовной жизни это покаяние и покаяние когда произойдет тогда обязательно жизнь человека в душу человека придет вера и это вера она тоже принесет человеку божью праведность это вера принесет человеку жизнь вечную поэтому очень важно человеку чтобы его жизни вот эти два этапа совершились но многих людей не происходит глубокое истинное покаяние и вчера мы тоже разбирали есть две причины которые я тоже увидел первое это то что человек он точно не знает что такое грех и вчера подробно об этом мы разговаривали и есть вторая причина вторая причина это то что человек да он одевается в свою праведность и в этой праведности он пытается стать перед богом поэтому вера не приходит его душу и божья праведность тоже не приходит его душу и этот человек не имеет жизни вечной поэтому сегодня я хочу именно с вами поговорить о собственной праведности человека но сначала немножко хочу вспомнить вчерашнюю лекцию о чем мы с вами разговаривали давайте мы посмотрим слайд сейчас адам и ева они имели одно сердце с нашим господом и потому что слово бога который он сказал адам и ева она находилась в душе их поэтому они они жили очень счастливо они были в покое даже они не болели и бог полностью заботился о их жизни но однажды пришел дьявол и пообщавшись с дьяволом они выбросили слово бога и начали верить в то слово которое сказал им дьявол тогда их не сердце изменилось их не сердце она стала черным она стала полностью наполненным грехом и словом сатаны знаете хотя у них не появились не появились плоды в то время воровство убийство или блуд да когда общаюсь многими людьми тогда я им рассказываю эту историю они говорят а конечно не появилась у них не было никаких условий да с кем прелюбодействовать не было да у кого воровать тоже не было вы знаете я думал тоже но убить они могли друг друга когда они ссорились я не знаю не ссорились или нет но иногда муж и жена не ссорятся да и такой даже появляется душе мужа и жены я хочу убить даже да у вас такого не было никогда у меня до спасения очень часто было до когда мы ссорились я ссорился с женой тогда и такая ненависть появлялась и я не понимал откуда это же это женщина которую я выбрал да это та женщина с которой я решил жить постоянно до которая приносила мне радость любовь но вдруг откуда-то появлялась ненависть к ней когда она говорила те слова которые мне не нравились или делала то что мне не нравилось и точно у них тоже были такие вещи я думаю потому что их не сердце было наполнено грехом и из такого сердца не может исходить до ничего хорошего и знаете когда они приняли слово дьявола и только сердце их не изменилось и самое главное это отношение с богом изменилось они потеряли связь с господом они потеряли общение с богом и они стали скрываться от бога и сейчас еще один слайд вам покажу важно в душе в душе это грех что такое вчера мы об этом говорили грех это есть неверие в слово бога это есть доверие себе доверие своим мыслям это надежда на себя и у адам и евы точно появилась такая надежда появился свой путь от господа если раньше и они следовали за богом они бежали навстречу бога они благодарили бога за то что бог дал им такое тело создал деревья и цветы то после того когда они пообщали с дьяволом они уже убегали и прятались от господа и следующий слайд сейчас мы посмотрим почему они так начали жить потому что в их ней душе уже находилось слово сатаны бытие 3 глава 4 стих змей сказал жене нет не умрете но знает бог что в день в который вкусите их откроется глаза ваши вы будете как боги знающие добро и зло это слово было очень приятно и нравилось адаму и евы они очень да прямо они приняли это слово с этим словом начали жить и им казалось что сатана это их вдруг но дальше в них произошли изменения смотрите дальше 6 стих мы будем читать и увидела жена что дерево хорошо для пищи что она приятно для глаз и вожделенно потому что дает знание взяла плодом его и ела и дала также мужу своему и он ел и открылись глаза у них обоих и узнали они что наги и сшили смокровные листья и сделали себе поясание это два стиха очень важные вот эти первое что изменилось у адамы и евы у них открылись глаза у них появились совсем другие глаза которыми они уже не видели свою проблему самая главная проблема их до после того когда они укусили с дерева познания добра и зла это было то что они духовно умерли потому что бог сказал вкусите смертью умрете хотя физически они оставались живы но для бога они стали духовно мертвыми это самая большая проблема у людей сейчас на этой земле когда мы рождаемся с духовно мертвым сердце но люди вообще не думают об этом я же живой я же хожу я же кушаю я же могу что-то делать поэтому адам и ева да они тоже уже не думали об этом то что они духовные мертвые но они думали о чем они думали о том что они на они начали думать какой их вид да я не увидели какие-то недоставки друг друга да какие-то разности увидели между собой поэтому они начинали прятать свой вид и шить одежду из смокровных листьев получается уже их взгляд он испортился до того как они вкусили с дерева познания зла до того когда они выбросили веру слова бога они смотрели на все через то слово которое сказал им бог поэтому они видели плод с дерева познания добра и зла они видели прямо и правильно этот плод нам не полезный этот плод несет нам смерть поэтому они проходили мимо но когда они пообщавшись с сатаной приняв его слова свою душу уже открылись у них глаза совсем другие глаза глаза сатаны которые не показывали им правду поэтому они смотрели уже на себя мы ноги это наши недостатки поэтому нам нужно сейчас заниматься вот этим получается у них появилось свое мнение мы на и это не очень хорошо здесь не имеется в виду про физическую наготу здесь имеется в виду о том что они начали прятать свой настоящий вид перед богом но бог сказал когда сотворил человека нагиб он сказал это хорошо весьма получается есть мнение бога это хорошо весьма бог если бы хотел он сделал бы им одежду но бог не сделал одежду он сотворил такую температуру которая была очень комфортно и чтобы ходить на ним сейчас мы не можем жить до при такой температуре летом выходим короткий до рубашка в шортах зимой мы одеваем теплую одежду температура меняется но тогда и для их не жизни было комфортная температура и мне нужно было одежда получается мнение бога это хорошо весьма но адам и ева появилось свое мнение смотря на свою ноготу а то что мы на ней это не очень хорошо верно бог забыл да и нам нужно самим делать себе одежду и они начали делать одежду из смокровных листьев это первое что они начали делать для себя это одежду до этого момента адам и ева они получали заботу полностью от бога только бог он все делал для них и заботился но после того когда они соединились душой с дьяволом и отделились от бога когда они начали сами заботиться о себе они начали делать дела а первое дело это была смоковная одежда и эта одежда она тоже имеет духовный смысл почему именно из смоковных листьев они сделали одежду вы видели в своей жизни смоковные листья это очень неудобный материал для одежды сейчас конечно многих я не вижу но я думаю что вы не пришли ни один не пришел в одежде из листьев на этот семинар гвозда одежда из хлопка или шерсти или с кожи я не знаю но именно из листьев они делали одежду именно из смоковных смоковные листья имеет очень неудобную форму сейчас я вам покажу слайд смотрите смоковный лист он похож на руку человеческую 5 как будто 5 конечностей 5 пальцев именно эти листья они выбрали чтобы делать себе смоковную одежду и чтобы спрятать свою наготу чтобы спрятать свой настоящий вид это очень неудобные листки я думаю было очень много других листьев но бог что-то хотел нам показать через это эти листья это одежда это символизирует дела рук человеческих и человеческую праведность получается человек когда он начинает чувствовать свой грех вчера мы говорили о том что он не чувствует и не понимает но вдруг когда он начинает чувствовать и понимать у меня есть грех он начинает прятать этот грех за делами рук человеческих и шить себе смоковную одежду и этого он идет церковь и делает что-то хорошее старается соблюдать заповеди делать добро молиться молитвой покаяния да или что-то приносить пожертвование разные способы использует человек чтобы спрятать свой грех но когда мы приходим к врачу скажите первое что мы делаем что просит наш доктор ну в основном первое снимите одежду да мы снимаем одежду и доктор начинает слушать наши легкие или делать узи наших внутренних органов потому что одежда это мешает увидеть ту болезнь до ту проблему которая есть у нас поэтому богу тоже эта одежда мешает увидеть ту проблему которая есть в нашей душе и богу очень не нравится эта одежда бог сказал библии что это запачканная одежда которую нужно выбросить но многие люди да они ходят такой одежде как адам и ева и они считают мы очень красивые потому что мы трудились потому что мы сшили эту одежду потому что мы много времени и сил потратили для того чтобы это делать и самая большая проблема что человек эту проблему не видит и не чувствует то что он приходит богу смоконных листьях поэтому в его душе не происходит настоящее истинное покаяние он становится перед богом лицемерным видом красивым видом одетым красивую одежду но не показывает ту проблему которая волнует его так поэтому доктор он не может вылечить а иисус сказал больные нуждаются во врачей таким врачом был иисус христос и таким врачом есть церковь сейчас на земле куда мы можем прийти и полностью показать свою больную душу и все что у нас болит поэтому адам и ева да уже не получили такое мнение точно наше мнение правильное то что бог не создал одежду это плохо поэтому нам самим нужно эту одежду сшить их мнение полностью противоречило богу они стали уже на другой стороне на стороне противника на стороне дьявола поэтому эта одежда из смоконных листьев очень не нравится богу бог хочет чтобы человек снял эту одежду поэтому бог если дальше вы будете читать он сделал а даму и ев в другую одежду кожаную одежду и отдел их поэтому сейчас тоже бог на этом семинаре хочет чтобы человек снял эту свою человеческую собственную праведность и стал на гимн перед богом из этого момента господь он может очистить нашу душу от греха он может дать нам свою праведность свою одежду и свою святость аминь вы тоже так считаете и наш семинар называется покаяние верой вчера я немножко говорил о покаянии сегодня приготовил слайд это покаяние когда она соединяется с верой обязательно получится спасение душе человека спасение от греха если правильное покаяние соединиться с верой но многие люди говорят я покаялся в таком-то году я точно верю в евангелие что иисус христос мой спаситель но остаются грешниками получается в их душе покаяние да не совершилось истинное поэтому сейчас да нам нужно подумать через слайд тоже посмотрите пожалуйста покаяние это не то что человек что-то делает хорошая и не делает плохого или что-то говорит богу просит прощения за свои поступки покаяние это человек внутри своего сердца точно признает кто я моем сердце что есть мое сердце наполнен неверием если вы адам и ева это признали богу тогда их не отношения бы изменились бог бы не наказывал их когда они придут богу тогда бог наоборот помилует и но они начали двигаться в другом направлении и вера в евангелие это вера кто такой иисус христос это сын божий что это спаситель и самое главное это вера в то дело которое он сделал на кресте точно библии написано что иисус жертвую своей уничтожил грех это его дело совершенное дело с которым он пришел на землю конечно он параллельно делал добро он исцелял больных он научил учеников да он молился но самое главное дело которое он сделал это на кресте пролил свою кровь за нас поэтому эту веру евангелие многие люди сейчас имеют но кто я они не знают потому что внутренний мир кто я мы можем увидеть только через слово и когда вот эти две вещи совершаются в нашей душе правильно как хочет это бог через слово божье тогда обязательно будет результат будет праведность божья и будет жизнь вечная но дьявол пришел и обманул адава и еву сегодня тоже дьявол пришел и обманул людей он вместо покаяния подставил человеку дело человеческое хорошо поступать но если он ошибся поступил плохо нарушил западе тогда просить прощения плюс вера в евангелие да то что иисус умер за наши грехи но смотрите не появляется божья праведность появляется своя собственная человеческая праведность с которой мы никогда не можем пройти суд бога с которым мы никогда не можем войти в царство небесное потому что своя праведность человеческая это запачканная одежда и это ведет человека к смерти. Не ведет человека к жизни вечной. Это та одежда, которую мы сделали своими руками. Это получается, что Бог, Он был на земле, послал своего Сына. Иисус сделал дело, но несовершенно. Нам нужно что-то доделывать. Это очень гордая душа перед Богом. Поэтому Господь, Он через Библию нам открывает истину. Давайте мы с вами дальше посмотрим. Человек, он может видеть свою душу. Тогда как он видит свою душу? Человек, который получил глаза от дьявола и передал нам эти глаза по наследству. И мы уже рождаемся с этими глазами, которые смотрят через свое мнение, через свою мысль. И видят свое сердце. Конечно, мы не можем увидеть свое сердце, свою душу. Но приблизительно на картинке, сейчас вы посмотрите, как вы видите свое сердце. Точно Бог, да, Он показал, что Адама и Ева было сердце сначала чистым, одинаковым, как у Бога. Таким. Но когда они согрешили, их сердце стало нечистым. Полностью оно было заполнено словом сатаны, своей надеждой, своим мнением, своим путем. Но когда человек, он понимает, у меня есть грех, мое сердце нечистое, он начинает ходить в церковь. И потихоньку он начинает прятать тот грех, который есть у него, сшить из смоковных листьев одежду. Это неправильная духовная жизнь. Человеку нужно прийти в церковь и признать, точно у меня нет ничего хорошего. И скажите, с такого семени, да, с семени греха, которое было посажено в душу Адама и Ева, и которое передалось нам по наследству, разве могут вырасти хорошие плоды? Это невозможно. Поэтому человек, он потихоньку начинает прятать, что-то сделал доброе и прилепил смоковный лист своему черному сердцу. И чем больше он находится в церкви, тем больше у него появляются вот этих смоковных листиков, которые с виду очень красивые. И они начинают покрывать грех. И я, когда ходил в церковь, и мне показали эту картинку, да, тогда я считал себя очень добрым, да, даже то, что мы ссорились с женой, ну, я считал, немножко вот греха, да, было у меня. Вот, конечно, не меньше всех, а вот это сердце я показывал. Да, у меня есть грех, но больше у меня доброго. Потому что я терпел, я смирял свою душу, да, и я не начинал первым скандал. Это жена плохая, поэтому я делал добро, я помогал нищим, я жертвовал, да, я милости не давал, десятину в церковь приносил, да, и душу свою поломал, вышел, покаялся перед церковью. Поэтому у меня все, да, как будто белое. Конечно, есть, да, черное, есть то, что я делаю неправильно, да, но за это я прошу прощения. Но вы знаете, глазами Бога, да, Он видит наше сердце вот таким, черным, в котором нет ничего хорошего. Он смотрит сквозь эти смоковные листья, как сквозь рентген. Поэтому, сколько бы человек не прятал свое сердце, Бог все равно видит его таким. И Богу очень не нравится, когда человек вот этими листиками, вот этим белым, хорошим, добрым и правильным прикрывает свой грех. Почему Богу не нравится? Потому что Бог не может очистить такое сердце. Он говорит нам, как доктор, да, снимите эту одежду, да, снимите эти смоковные листья. И, знаете, когда одна капля яда, она попадает, да, в стакан. Смотрите, есть стакан с соком. Там очень много полезных веществ. Там есть витамины, минералы, да, которые мы пьем, получаем, да, пользу для организма. Но одну капля яда мы поместим в этот стакан. Тогда я спрашиваю вас, там витамины, минералы исчезли? Нет, это никуда не делось. Все там же и осталось в этом стакане. Но уже появился яд, да, и это смешалось. Тогда весь стакан стал ядовитым. Или немножко ядовитого, а остальное все чистое. И я возьму и так, да, половинку выпью, там, где яда нету, да, там, где витамины, минералы. А там, где яд, да, я оставлю. Разве человек поступает так? Нет. Точно, если человек придет ко мне, и я дам такой стакан, тогда я предложу вам, вот здесь вода чистая, весов, но здесь капелька ядов. Будете пить? Тогда, я думаю, все люди откажутся. Поэтому одинаково, когда слово сатаны попало в душу человека, да, его душа стала уже мертвой, там появилась грех и смерть, и вся душа человека, она стала ядовитой. Бог не может использовать такую воду, чтобы нести жизнь, да, такую душу. Поэтому человеку это нужно признать. Это очень важно. Но человек, он начинает прятать, да, этот яд куда-то глубоко на дно. Поэтому он начинает прикрывать это любовью, добрыми делами, своими хорошими поступками, служением церковь, да. Но точно этот яд никуда не девается. Поэтому душа человека, она становится похожа на такой сосуд, интересный сосуд. Смотрите, Бог, да, в сердце Бога, в этом сердце есть добро, любовь, есть вера, надежда, праведность, святость, да. В этом сердце нет ни капли греха. Такое сердце имели Адам и Ева до того, как пообщались с дьяволом. Но прошло время, и их сердце очень сильно изменилось. Попал грех, попало неверие, и это сердце передалось нам по наследству. Но когда человек это узнает, он пытается наполнить свой сосуд, да, тоже добрыми вещами, и прикрыть, да, в душе тот грех, и то неверие, и то зло, которое есть. Поэтому, но иногда, да, все равно это выходит наружу. Когда мы смотрим внешне на такого человека, то мы видим добро, любовь, у него есть вера, и даже с виду он праведный, да. Но это не Божья праведность. Потому что Божья праведность, она святая, она не может находиться в одном месте с грехом, который от дьявола, с неверием, с теми греха, которые посадил дьявол. Это праведность человеческая, которая прячет грех. И часто я говорю людям, да, что, извините, такой не очень хороший пример, что душа человека, она похожа, да, душа грешника похожа на помойное ведро. Раньше не было канализации, поэтому все помои, которые, да, собирались, это не чистая вода, да, где мыли посуду или что-то, собирали в одну емкость. И когда это все стоит, тогда вся грязь оседает внизу. Внизу, да, и сверху мы смотрим, как будто чистая вода, даже можно, да, чашку взять, наполнить, пить. Но если мы возьмем какую-то допалочку и поколотаем, то вся грязь, она выходит наружу. Поэтому человек тоже, да, когда он не хочет перед Богом признать, да, состояние своей души, он пытается вот этими вещами спрятать глубоко тот грех, который есть в глубине его души, покрыть его хорошими, добрыми вещами. Но, вы знаете, когда произойдет какой-то момент в его жизни, не очень хороший, вдруг то, что находится внизу, да, оно всплывает наверх, да, оно выходит наружу человека. Поэтому даже самый добрый, порядочный человек, вдруг он начинает гневаться. А Иисус Христос сказал, раз гневался на брата своего, сердце, да, уже убил его. Получается, если человек гневается, уже внутри у него происходит что? Убийство, да, убийство выходит, хотя оно не вышло наружу, но только по одной причине, что человек боится закона, да, но внутри уже, это все уже произошло. Поэтому Бог, Он видит наше сердце, Он видит его насквозь, как рентген, видит, да, допустим, наши кости. Он не видит одежды или тела, Он просвечивает и дает нам картинку наших костей. Одинаково Бог, Он видит наше сердце. Если бы у нас был такой прибор, да, наш пастор говорит, было бы очень чудесно. Но такого прибора нет, но есть единственный прибор, это Библия. Через Библию мы можем увидеть свое сердце, да, какое наше сердце по-настоящему. Поэтому Бог, Он показал, да, это наше сердце. Хотя мы прячем грех за своей праведностью, но все равно сердце грешника, оно нечистое. Давайте с вами мы откроем Кремлянам 10 главу и посмотрим еще одно место. И прочитаем два стиха Кремлянам, 10 глава, 3-4 стих. Как обманывать сатана и что делают люди? 3 стих. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Смотрите, здесь Бог показал нам, в чем состоит грех человека. Здесь не написано, что они поступали плохо, убивали, насиловали или обманывали. Здесь люди, они не покорились праведности Божией. И самое страшное, что делает человек под влиянием дьявола, он усиливается поставить собственную праведность, одеть эту красивую одежду со своих добрых дел и прийти и стать перед Богом. Он прячет этот грех, как Адам и Ева прятали смоковными листьями свою наготу. Получается, этим они не покоряются праведности Божией. Но Бог показал нам путь, единственный путь ко спасению, к праведности. Это есть Христос. Христос – это путь праведности всякого верующего. Поэтому верующий человек обязательно, он должен пойти этим путем. Но почему люди, почему люди, они поставили эту собственную праведность, да? Есть две причины, мы прочитали. Первая причина – они не разумеют. Они были очень гордые и не слушали объяснения других людей. Я думаю, были бы люди, да, рядом, которые разумели и могли объяснить. Но человек почему не разумеет? Ходит в школу, да, и не разумеет, или в университет. Там есть преподаватели, которые объясняют какой-то предмет. Но человек не слушает, не пытается разобраться, да? Он легкомысленно доверяет себе. Поэтому проблема людей, да, то, что они усиливаются, поставят собственную праведность, они не хотят разуметь. Они не слушают объяснения других людей. Они не размышляют глубоко над тем словом, которое они слушают церкви, которое есть в Библии. И второе – они не покорились, да? Они не покорились Богу и Божьей правдности. Почему люди не покоряются? Они считают себя хорошими. Поэтому Адам и Ева, они даже не чувствовали то, что они сделали. Они считали себя хорошими. И когда дальше вы будете читать, Бог спрашивал Адама, да, почему ты так поступил? Да? А Адам отвечал, я не виноват. Я нормально поступил. Это жена, которую ты мне дал. Получается, виноват, кто рядом. Виноваты какие-то обстоятельства. Но Бог, Бог, да, Он не смотрит на обстоятельства, Он смотрит на наше сердце. Произошло там покаяние или нет. Поэтому апостол Павел, да, он говорил, да, желание добра есть у меня, я хочу делать добро, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Скажите, на грешном дереве могут ли вырастать праведные плоды? Если семечка, грех, была посажена в душе Адама и Ева, и эта семечка передалась нам по наследству, разве могут вырасти у нас праведные плоды? Никогда не могут. Обязательно нам нужно это признать. Тогда Бог, Он посадит в нашу душу другое семя. Семя Святого Духа. Тогда вырастут плоды праведности. Тогда плоды греха, они поменяются на плоды праведности. В Библии Бог сказал, что каждое дерево даст семя по роду своему. Получается, если мы грешниками родились, то наш плод, да, наше семя будет по роду нашему. Все наши плоды тоже будут от греховного нашей сердца. И Бог не будет принимать эти плоды, потому что эти плоды ему не нравятся, они не чистые. Поэтому апостол Павел, да, в Римлянном, в девятой главе он понял, не живет, да, во мне доброе. Только желание добра живет. Скажите, желание добра это добро? Нет. Это желание добра это не есть добро. Поэтому давайте мы откроем Кремлянном в девятую главу. Когда у нас появляется желание чего-то? Когда я хочу кушать, да, или когда я хочу пить, допустим. Когда у меня нет жидкости в организме, или когда в желудке нет пищи. Кремлянном, девятую главу откройте. Поэтому апостол Павел говорит, да, что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Это желание совсем другое. И здесь, немножко раньше, десятую главу, сейчас не могу слайды найти, но вы сами прочитаете, да, я вам просто объясню, то, что желание добра, да, желание добра, это не само добро. Когда мы чего-то желаем, когда мы этого не имеем. Понимаете? Если у меня нет очков, да, и я плохо вижу, тогда я желаю одеть очки. Но если я одел вдруг очки и уже тогда нормально вижу Библию, тогда у меня нет желания их одевать, я уже их одел. Поэтому человек именно желает добра, когда он его не имеет. И апостол Павел об этом очень ясно сказал в 7 главе в 18 стихе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Получается, только желание он имел, но он увидел, добра у меня нету. И в 19 стихе доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Получается, у него был грех, но еще было желание добра. Вот это люди, они украшают свое дерево, свое дерево добрыми плодами, желаниями добра. И когда они эти плоды Богу несут, то Бог, он ясно видит, что в таком сердце, греховном сердце не могут вырасти добрые плоды. Конечно, есть плохие плоды, но человек уже, когда вкусил с дерева познание добра и зла, он начинает смотреть через познание добра и зла. Поэтому вот эти плоды, допустим, он считает, это плохие плоды в моей жизни. Воровство, обман, блуд, болезнь, страх, это не нравится. Я не хочу, чтобы такие плоды были в моей жизни. Но через добро, через этот же плод он смотрит, и у него появляются добрые плоды. Мой взгляд это правильный, да, мое мнение это хорошее, и желание добра это тоже добрый плод. Получается, желание добро как будто добро есть в моей жизни. Но, смотрите, Адам и Ева, они своим взглядом смотрели на свою наготу, имели свое мнение, то, что мы наги, это плохо. Человек имеет свой путь, да, ему кажется, это правильный путь, но он идет от Бога. И желание добра он тоже имеет, хочет делать доброе. Из-за этим он не видит своего сердца, то, что сердце негодное, то, что в его сердце именно живет грех и познание добра и зла. В таком состоянии было сейчас Адама и Ева. Поэтому сейчас люди тоже, они стараются убрать плохие плоды и вырасти добрые плоды, но люди не принимают через слово то, что все, что выходит, да, что сердце человеческого это испорчено. Поэтому дальше мы посмотрим сейчас. Божья праведность она появляется только от веры, не от нас. И Бог что сказал в земной главе? Это желание добра, да, это не добро. Это только желание. Поэтому человеку нужно признать перед Богом. Как этот юноша, я, да, вчера мы слушали, хочу делать доброе. Он не видел своего сердца. У него было желание добра, но само добро не могло исходить от этого юноши. Поэтому грешник, когда приходит к Богу и он считает, я сделал что-то доброе, я покаялся, я принес Богу, да, что-то. Это не значит, что это есть доброе. Самое доброе это был апостол Павел, да, у него было больше всего, да, по закону у него было больше всего условий называть себя праведным человеком. Давайте мы посмотрим место, сейчас одно, филиппийцам, третью главу, откройте, пожалуйста. филиппийцам, филиппийцам, третья глава, четвертого стиха мы прочитаем. Смотрите, каким был апостол Павел? Он свидетельствовал о себе, хотя ему надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израильева, колена Вениаминова, еврея от еврея, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законы непорочные. Смотрите, таким человеком был апостол Павел. Когда я вот это смотрю, вообще-то я не такой, понимаете? По закону вообще я не такой, не обрезанный, не еврей, не фарисей. Много пороков я вижу у себя. А он даже не видел пороков, он все делал, как написано было в Писании. Даже то, что он гонал церковь Божию, он считал, что он поступает угодно Богу по его воле. И получается однажды у его душе произошло покаяние. Однажды он увидел вот это свое сердце. Сначала он видел плоды, он обвешался вот этими плодами своей праведности и стоял очень гордо, стоял перед Богом и никого не слушал. Но дальше что написано? «Но ради того, чтобы приобрести Христа, но то, что для меня было преимущество, то ради Христа я почел читой». Получается, вот это было для его жизни преимуществом. Это он показывал многим людям. Но однажды он что понял? Это все ерунда, ничего не стоит. Восьмой стих. «Да и все почитаю четою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью по вере». Апостол Павел, смотрите, он что приобрел мусором? Что он посчитал мусором? Обычно мы что считаем мусором и хотим от этих вещей освободиться? То, что плохое, то, что испортилось, то, что нам не нужное, от плохих вещей, от каких-то недостатков, от ошибок, от немощи мы хотим освободиться и выбросить эти вещи перед Богом, и стоять красиво перед Богом, просить пить, курить, прелюбодействовать, матюкаться, читать Библию, молиться Богу. Мы таким видом хотим стать. Но апостол Павел уже стоял таким видом перед Богом. Он все это делал, изучал Библию, молился, постился, он все соблюдал, то, что Бог сказал, но он не приобрел Христа, он не приобрел Божьей праведности. И однажды он увидел свою душу, как этот сосуд, внутри у меня есть грех, есть неверие Богу, а сверху я наложил много-много хороших вещей, которыми я прикрыл этот грех. Поэтому, чтобы очиститься от этого греха, мне нужно все эти вещи, хорошие, которые я считал преимуществом, нужно выбросить со своей души, как мусор. Поэтому его мышление изменилось. И он освободился своей душе от этих вещей, которые были для него преимуществом, стать перед Богом. И он уже не мог даже свободно стоять перед Богом. И почему эти вещи появились в его душе? Он тоже очень ясно это понял. В 9 стихе написано, «Найтись в нем не со своей праведностью которой от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса с праведностью от Бога поверит». Получается, он заметил, что когда он соблюдал закон, когда он все делал, как написано в книге закона, у него от этого появилась своя праведность от закона. А настоящая праведность Божья, она может прийти к нам только одним путем, через веру во Христа Иисуса. Поэтому человеку нужно услышать, услышать истину о Иисусе Христе, услышать истину о себе, но перед этим ему нужно освободиться от своей праведности. Только когда мы снимем старую одежду, которую одел дьявол нас от рождения, только тогда мы можем одеться в одежду праведности Божьей. Но многие люди они не хотят даже снимать эту одежду. Они становятся перед Богом в своей праведности. Иисусе Христе. Продолжение следует...